Привет, я Настя Гонсул и сегодня я отвечу на ваши вопросы по поводу своей машины, которую привезли из Америки. Ее цена, сколько я ждала, ремонт, в общем, все, что вас интересует. И если я не отвечу на какие-то вопросы, пишите в комментариях, позже я дам на них ответ. И не забудь поставить лайк на этот видос, так что погнали! Почему именно эта машина? Да потому что я очень хотела внедорожник. Бюджет у нас был не супер большой, то есть в Украине за 12 тысяч долларов, например, ты не купишь внедорожник, плюс-минус новый, с нормальным пробегом. Потому что за 12 тысяч долларов мы тут смотрели там Хонду, Сивик 2008 года, которая была просто побитая, ну то есть она была битая, покрашена миллион раз. И по факту, какая разница себе можно в Америке купить с повреждением, но можно купить за эти деньги реально классный внедорожник, плюс-минус новый. Это 14-й год как бы, поэтому наш выбор пал на Форд Эскейп, он там самый популярный в Америке, то есть в Америке огромный выбор Форд Эскейпу. И поэтому и в цене они там хорошие. Это вот Форд Эскейп, это альтернатива нашей Форд Куге. Она сейчас вот стояла, прям так показала, прям как будто так и надо было. Как по мне классная машина, она и компактная, и внедорожник, и зимой нормально на ней ездишь, как бы это не какой-то седан там, да. Мы вообще рассматривали еще Volkswagen Tiguan, но, кстати, они дороже уходили в Америке, потому что это немецкая машина, а в Америке, ну как бы Форд, и вообще там огромный выбор просто Форд, на любой вкус и цену, да. И рассматривали Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, ну я же говорю, Форд Эскейп, это цена-качество, классно. Эта машина вышла до 12 тысяч долларов, плюс-минус, максимальная комплектация, то есть в принципе такая цена в основном за тканевый салон, то есть, а тут, извините меня, мультимедиа, кожа. Кожа, кожа, посмотрите, какая кожа, красивенькая, удобненькая. На заднем сидении там даже есть такая специальная штука для людей, вот если они вдвоем сидят, у них там подлокотник, все очень круто, дорого-богато. Ну вообще, конечно, минус, самый, наверное, главный минус машины из Америки, то, что надо ждать, да. Мы ждали, доставка где-то была, там, два месяца, может, как-то так, да. Она приехала вовремя в Одессу, в порт Одессы, но у нас немножечко затянулся сам ремонт, потому что это максимальная комплектация, тут детали более дорогие. И мы хотели найти, как бы, хорошие детали за хорошую цену, поэтому пришлось подождать сами вот эти вот запчасти. Кстати, вот на наших украинских дорогах надо брать только внедорожники, потому что ты меньше чувствуешь какие-то ямы, неровности. До этого я ездила на фиесте, то там, конечно, ты больше ощущаешь. Основной удар, конечно, попал именно на водительскую часть, то есть машина была вот тут немножечко, вмятины были вот такие, поэтому заменили две двери. Также немного повело стойку, ее вытягивали, ну, вроде как ровно. Подушки безопасности выстрелили именно вот боковые, подушка безопасности вот с руля так и не выстрелила. Вот эти вот боковые были заменены полностью на новые. Когда ты выбираешь машину из Америки, нужно внимательно смотреть на повреждения, желательно, если они будут минимальные, потому что, конечно, от этого зависит цена ремонта и вообще безопасность машины. Я не знаю, что это, но это какие-то цифры, и, наверное, тут можно код ставить. Ну, вроде как можно еще дополнительная защита, типа вот ты закрыл машину, еще какой-то код для водителя. Но это я так думаю, я не знаю, но я разберусь с этими цифрками, и они мне когда-то приходят. А где я взял блон и тачку? Основную сумму заработал Николай, он работал сценаристом в популярном шоу. Какую-то часть денег на блоге, где-то мы копили, то есть вот с разных источников это все произошло. Цена этой машины просто как бы полноценно оправдана. Как бы это больше такое даже вложение денег произошло, а не просто вот рата. Заехали в мое любимое место, но я прям, знаете, как президент. Он, кстати, тут заехал на бордюр, когда-то на видео есть этот момент. На бордюр тришечки заехал. Я тоже часто заезжаю на бордюры, поэтому в этом мы с ним похожи. Американо без молока. Когда кто-то молотен, экране верно? Да, вроде да. На кранчику замолон не видно? Да лысо, скажи. Да, замолон я верно. Ну вот, это самая большая проблема, потому что я обожаю водить машину. И Николай как бы тоже. И мы вот стараемся через день меняться, чья машина. Я просто не уступаю. В основном вот этот вот стереотип, что мужчина должен водить, а девушка должна уйти на пассажирском рядом. Это не про меня. Я обожаю водить машину. Поэтому, если вы будете со мной ездить, вы увидите, как я с желанием вожу, вот с удовольствием. Но не на дальние расстояния. Я не усидчивая. Мне очень нравится комплектация, максимально удобная, все высокотехнологично, круто. И я вам потом покажу, как открывается багажник. Вы вообще в шоке будете. Ну, ты видел? Ну, посмотри. Когда-то я чуть не тупанула и не припарковалась близко к машине и решила открыть багажник. Это была знатная истерика. Но, слава богу, все обошлось и мы не цепанули другую машину. Тут надо быть, конечно, очень аккуратным. Вся процедура начинается с того, с какой у тебя бюджет. Вот ты смотришь, там, например, у нас был бюджет 12 тысяч. А мы пришли в автодеск, в офис. Вот сказали, вот есть деньги, что мы можем на них взять? Они сразу начинают кидать варианты. То есть ты сначала говоришь, что ты хочешь, какую марку, может быть, модель, внедорожник, седан, кабрилет. Все, что ты хочешь. Говоришь им, какие условия, кожа, ткань. Вы вот ее выбрали, выкупаете на аукционе. Ее, кстати, можно не сразу выкупить, потому что, если машина классная и минимальные повреждения, то за нее могут хорошенько бороться другие люди, там, с других стран. Я, кстати, где-то только на второй неделе мы выиграли машину вот эту вот. До этого я боролась, там, за Тигуан, за Хендай, за другой Форд. Ну, как бы ты ставишь цену, за которую ты готов ее брать. И вот, как бы, происходит такой вот аукцион. Кстати, очень интересное мероприятие. И ты каждый раз волнуешься, потому что хочется выбрать именно вот машину. Вот именно эту там машину или еще какую-то. И вот потом в контейнере его, как бы, через океан везут, перевозят, не знаю, в Одессу, в порт Одессы. Это занимает, наверное, месяц-полтора вот его перевозят. Потом в Одессе происходит растаможка. Потом в Автодеско есть СТО в городе Одесса. И они вот как раз там занимались ремонтом, полностью отремонтировали. То есть все сделали по красоте. Обязательно химчистка, потому что я наслышала, что вообще американцы за машинами не особо следят. То есть везде у них там мусор и так далее. Все привели машину в порядок. И вот потом доставили уже в Киев. То есть она на ходу уже приехала в Киев. А как ее, за что задевать? Я просто уже тысячу раз это делала, как бы, профессионал. Вот то, что тут есть. Я не знаю, что это. Красиво, красиво. В этой машине передний привод. Это огромный плюс, потому что зимой меньше ее заносит. В принципе, я себя уверенно чувствую на снегу или какой-то минимальный гололед. Поэтому в этом есть плюс. Она меньше тратит бензина, если бы это был полный привод. Поэтому я в этом вижу только плюс. Вообще в этой машине вот самая классная еще комплектация. Максимальная комплектация. Titanium. Тут много разных всяких кнопочек. Мало того, она заводится с кнопочки для меня. Извините, это прям супер круто. Смотрите, да. Также у нас тут есть климат-контроль. Очень удобно. Выбираешь температурку, ставишь и все. И приятно, комфортно. Подогрев сидений, что я чаще всего пользуюсь. Мультимедиа классно, да, экранчик большой. Радио, все, что хочешь есть. Блютус и так далее. А самое удобное для меня, это смотрите. Камера заднего вида. Поэтому, в принципе, я редко попадаю в какие-то ситуации. Потому что без камеры, мне кажется, мне было бы очень тяжеловато парковаться. Есть парктроник. Но я чаще всего, конечно, камерой пользуюсь. Машиной будем пользоваться по ситуации. Потому что мне она очень нравится, но хочется лучше машину. Плюс мы ее привезли. Ее тут можно продать на 6 тысяч долларов дороже и купить еще лучше машину. То есть это неплохое вложение денег. И я бы хотела, конечно, может быть, через полгода, может быть, раньше, не знаю, купить себе лучше машину. То есть продать эту и купить получше. Может быть, с минимальными повреждениями. То есть какой-то накласс выше. Но эта машина, конечно, стоит своих денег однозначно. Конечно, да, я переживала, я боялась. Но у меня парочку знакомых привозили с Америки и в целом оставались довольны. Поэтому я решила рискнуть. Но вообще, если вы заказываете с Америки, вы должны понимать, что да, это очень выгодно. Но как бы везде есть свой риск. Поэтому лучше, во-первых, заказывать в проверенных компаниях, а не в каких-то там, не знаю, в шарашкиных конторах или еще чего-то. Вот желательно обращаться к каких-то профессионалам, которые возят большое количество машин и часто. Конечно, плюс есть риск в том, что и в Украине брать машину, если она не новая, если она не с салона, можно также сам упасть на какую-то проблемную машину. Поэтому риск есть, что брать на Авторио, что брать из Америки. Просто из Америки получается выгодно. Редактор субтитров А.Семкин